Я сейчас только начну, стендап сделаю. Хорошо. А, ну вот мы уже. Мы, оказывается, уже в эфире. Здравствуйте, друзья мои, это Тимур Ханов. Сегодня у меня вторая встреча с человеком, с которого началась серия интервью под хэштегом «Вблизи». Это Андрей Александрович Травников, губернатор Новосибирской области. Здравствуйте, Андрей Александрович. Добрый день. Давайте, как это положено, как будто мы только что увидели. Раз положено, с Днем России. Спасибо, я с праздником. Успели меня раньше поставить, да. А вот, кстати, вашему сыну сколько сейчас лет? Сыну моему 16 лет. 16? Когда он был, предположим, еще совсем небольшим, как вы ему объясняли, что такое День России, вот Россия? Ну, не то, как это вот губернатор говорит с трибуны, ну, там вполне понятный язык, а вот как ребенку объяснить, что такое День России? Да, слушайте, особо не заморачивался, просто объяснял, что это День рождения нашего современного государства. У него большая история, но тем не менее, в том виде, как Россия сегодня выглядит, она была создана, или, по крайней мере, продекларирована, было ее создание 12 декабря, 29 лет назад. 12 июня, да, да, 12 июня 90-го года. Это когда там, ну, ладно, мы не будем вдаваться в историю, потому что этот вопрос очень интересный. Некоторые полагают даже, ну, ладно, не так уж это и... Сейчас бы я хотел поговорить не только больше на тему о вас непосредственно, мы в прошлый раз не закончили, а прошло уже больше года, как вы у руля, сначала как исполняющий обязанности, теперь уже полноправный губернатор. Я когда-то спросил об этом Владимира Путина, через год его работы. Что бы вы посоветовали? Вам удалось через год работы спросить президента? Ну, он приезжал сюда, я был журналистом, да. Я спросил, что бы вы посоветовали Андрею Травникову полтора года назад? А, что бы я посоветовал? Из сегодня, из будущего в прошлое. Ну, наверное, посоветовал бы делать то, что было задумано, запланировано, потому что, в принципе, полтора года прошли достаточно успешно, и все основные проекты, все основные процессы, которые я хотел выстроить тем образом, как они идут сейчас, в принципе, состоялись. То есть вы бы посоветовали Андрею Травнику, делай вот то, что ты хотел, это все правильно, так и делай. Да, да, да. Ну что ж, это почти примерно то же самое, как то, что ответил тогда президент. Ну, правда, это потом обсудим. Скажите, семья уже здесь? Семья давно здесь, они еще год назад переехали. И вот дочка, а дочка в Питере осталась? Дочка же, да, она учится и работает в Питере, поэтому там. Часто видите с ней? Ну, где-то примерно раз в два месяца. Это вы туда или она сюда? А когда, как получается? Когда бывают какие-то события в Петербурге, я обязательно захожу к ней. Ну, это понятно. Иногда она в гости приезжает. Ну, вот последний случай, получилось наоборот, она приехала в гости сюда, а я уехал в Санкт-Петербург на форум. А, то есть вы разминулись? Разминулись, да. Понятно. А кем она будет? На кого учится? Она изучает гостиничный бизнес, то есть она хочет работать в крупной гостиничной сети. Интересно, это ей настолько интересно или это вот так вот выгодно? Ей это интересно было, то есть она специально изучала иностранные языки для того, чтобы попасть в эту сферу, сферу гостиничного бизнеса, туристического бизнеса. Здесь нам удобно будет сидеть. У меня-то удобно, но вам не жарко? Нет, нет. Все такое погода замечательная. А вообще вот как вы праздники, выходные, все-таки у вас теперь, наверное, времени чуть побольше, чем когда вы начинали? Да я бы не сказал, что побольше. Подождите, вы на куртке микрофон. Я все сделал, не волнуйтесь. А, профессионал уже. Тогда ладно. Нельзя сказать, что намного больше, но просто проще планировать, поэтому стараюсь провести с семьей. И вот куда вы идете отдыхать? Да, просто проводим время на природе. С супругой с удовольствием ходим в театры. Были редкие случаи, когда всей семьей ходили в кино. Что смотрели? Если честно, даже... А, документальный фильм, BBC, документальный фильм, посвященный Земле. Достаточно интересный фильм был. Редко в полноформатном кинотеатре смотрят документальные фильмы, нам это понравилось. А на компьютере вы или дома смотрите? Вот, скажем, фильм «Чернобыль» сейчас прошел. Вам удалось посмотреть? Нет, не смотрел. Раньше удавалось, когда расписываешь документы, запустить на YouTube какой-нибудь фильм. Сейчас даже это не могу себе позволить. А что ты расписываешь документы и посмотреть на YouTube? Ну, работаешь с документами, смотришь, когда документы не требуют какой-то особого внимания, то есть они такие технические. Иногда можно запустить фильмы, параллельно делать то и другое, но сейчас не рискую. Если документы, значит документы. А сколько подписей в день приходится ставить? Вот мне интересно, ведь рука не устает? Рука не устает, голова устает. Почему? Потому что нужно же все-таки вчитываться, проверять. А, ведь ваша подпись последняя. Да. И ваша подпись – это та самая ответственность, которая... Это же не просто автограф, да? Это все-таки ответственность. Это решение определенное, да. Иногда с серьезными последствиями. Ну, даже если это там... Ну, короче, тот, кто ставит подпись, он отвечает, в конце концов, за всю работу, которую сделал большой коллектив. В общественном сознании – да. Но и юридически? Ну, это нормально. Юридически иногда все-таки решение принимается коллегиально, и подпись – это просто подтверждение этого коллегиального решения. Но, конечно, в общественном сознании у жителей Новосибирской области воспринимается, что это, конечно, ответственность губернатора, человека, который подписывает. Ну, в принципе, так оно и есть, потому что даже деятельность коллегиальных органов должен организовать я, и я несу ответственность за принятие решения этим органам. Если мы говорим, например, о таком коллегиальном органе, как правительство Новосибирской области, которое на своих заседаниях принимает какие-то решения, за организацию деятельности правительства, в конце концов, я отвечаю. Это давит? Ну, наверное, это давит. Нельзя сказать, что это мешает жить, но, конечно, это накладывает определенный опечаток. Жить не мешает. Спить, извините, глуповато, двусмысленно звучит, но, тем не менее, спите спокойно, то есть вы нормально засыпаете? Сплю я спокойно. Мы на эту тему, кстати, в прошлый раз с вами говорили, что ответственность руководителя, она и в том числе в заботе о своем здоровье, о здоровье своих подчиненных, потому что я не могу себе позволить гробить свое здоровье или сделать так, чтобы мое плохое состояние повлияло на мои решения или на эффективность работы моей команды. То есть для вас спорт – это не просто развлечение, это еще и работоспособность. Ну, конечно. И не только вашей команды. Вот так, вы относитесь к этому ответственностью. То есть организм – это такой инструмент губернатора тоже, да, получается? Да, так и есть. Короче, вы себе не принадлежите в полной мере, получается. Даже физически. Если я могу принимать самостоятельное решение, то все-таки я сам себе принадлежу. Ну, вот тут такая двойственность, наверное, получается. Одновременно вы сам по себе, Андрей Травников, вполне себе самостоятельный взрослый, самостоятельный мужчина, да? А с другой стороны, вы ограничены различными и законами, и ситуацией, и расписанием, и тем, что вы все-таки на коллектив тоже работаете. Ну, это так и есть. Я, если честно, не считаю это издержками своей работы. На самом деле это в том числе возможности. Хотя иногда вы абсолютно правильно говорите, что я ограничен в том числе своим расписанием. В общем, могу даже пошутить на эту тему. Мы сегодня все... Наша жизнь зависит от гаджетов. Да, для меня гаджет это не просто там средство связи или следство развлечения. Это в том числе и рабочий инструмент, потому что весь мой день зависит от того графика, который в этом гаджете находится. А, то есть все расписание у вас на экране, да? Конечно, да. Мало того, оно в онлайн-режиме меняется. То есть, если мой аппарат получил какую-то новую вводную, он в моем графике это отражает. Иногда даже не успевают со мной согласовать, потому что это происходит очень быстро. Я должен отреагировать на это и, соответственно, скорректировать свои действия и намерения. Так вот, на эту тему анекдот. Старый советский про Владимира Ильича Брежнева. Нет, подожди. Леонид Ильич, если Брежнев. О, да, прошу прощения. Да, Леонид Ильича Брежнева в, так скажем, в позднем его периоде. Леонид Ильич в заграничной командировке. Приземляется в правительственный самолет Советского Союза. Встречает делегации, оркестр. Леонид Ильич спускается с чайной ложечкой и стаканом. Набирает горстку земли в стакан, возвращается обратно в самолет и улетает. Ну, значит, правительственная делегация зарубежной страны в недоумении. На следующий день приходит официальное извинение от МИДа СССР. Извините, пожалуйста, в голову генсека по ошибке загрузили программу лунохода. Это был такой анекдот. Иногда я чувствую себя тем самым луноходом, у которого в гаджете программа на весь день. А что за аппарат у вас? Какой телефон? Айфон. Который? Десятый. Ну, судя, да, почему десятый. Это служебный, то есть как машина служебная или вы себе сам? Нет, это мой, да. Это мой телефон, да. А вот ваш сын много сидит, глядя в экран? К сожалению, много, да. Как и все подростки, наверное. Запрещаете? Или как регулируете? Ругаемся, не всегда это помогает, но тем не менее пытаемся регулировать. А что он там зависает? Соцсети, игрушки или что? И соцсети, и игрушки. А вы играете на телефоне или на компьютере? Нет, не играю. Был период, когда мы с удовольствием играли с семьей, причем нам нравились многопользовательские игры. Я специально, их, кстати, не так много, игры, на которых можно играть нескольким пользователям на одном компьютере. Я специально находил такие игры, мы с удовольствием в выходные играли всей семьей. Ну, понятно, что дети выросли, сейчас уже другие увлечения, поэтому и компьютерными играми я тоже так же не занимаюсь, не увлекаюсь. И дочку вы видите чаще на экране, и сыном тоже переписываетесь в WhatsApp, да? Точно, да. Что-нибудь такое, или в Телеграме? Да. Телеграма пользуетесь? Нет, Телеграмом не пользуюсь, в WhatsApp пользуюсь. Телеграма есть некоторые неудобства в связи с необходимостью, наличие всегда сервера этому. А знаете, вот я тут как-то... Не пользуюсь Телеграмом. Я провожу опросы людей на улице, и недавно спрашивал, вот для нас с вами, людей, которые помнят в советское время, выражение «нетелефонный разговор» вполне определенное, определенный смысл имеет. А у вас, вот у губернатора, бывает такая ситуация, когда вы говорите, это «нетелефонный разговор»? Ну, конечно же, потому что я все-таки должностное лицо, государственное должностное лицо. Иногда приходится обсуждать конфиденциальную информацию. А, секретную, например. Да, например. Поэтому в этой ситуации, конечно же, мобильными устройствами я не пользуюсь. Но вы ведь, Андрей Александрович, под колпаком. Как это? Штирлиц? Штирлиц мы под колпаком. Конечно. Под колпаком. Слушайте, я не знаю, кто сейчас не под колпаком. Мне кажется, за мной уже такой мощный цифровой след в интернете, что скрывать, что это уже бесполезно. А, и поэтому, с другой стороны, как было сказано в одной известной книге, говорить правду легко и свободно. Или как там просто? Это так. Это проще. А я вот спрашивал людей в интернете, какие книги из школьной программы вы читали после школы? Вот вспомните из последнего. Последнюю книгу я читал «Мастер и Маргарита». Читал «Войну и мир», но, конечно же, не весь объем, там буквально отдельные главы. Года три назад с удовольствием перечитывал Евгения Онегина. Вот примерно так. Удивительно. Но это не так много. Я читаю, на самом деле, художественную литературу очень редко читаю. В этом смысле человек вполне себе типичный, потому что в моем опросе, вот в группе «Мнение Новосибирска», ребята, у нас есть группа «Мнение Новосибирска», там мы проводим разные опросы по жизни города и прочим темам. Так вот, в этой группе на первом месте среди всех, с большим отрывом, булгаков, среди других авторов. Ну, мы знаем, что очень популярное произведение, мало того, оно популярно в том числе и благодаря замечательной экранизации, неплохим постановкам, которые в театрах есть. И кроме того, там очень много таких вещей, которые нас не только переносят в прошлое или говорят, но и каким-то образом мы же чувствуем, что кое-что возвращается, не так ли, из булгакова, из собачьего сердца. Что-нибудь есть какие-то ретроспекции, например, на сегодняшнюю жизнь? Ну, например, разруха не в клозетах, а в головах. Это и сегодня злободневно. Кстати, о прошлом. Вот Новосибирск в последнее время в силу разных причин стали порой ассоциировать с именем Сталина. Ну, можно не отвечать, можно об этом отдельно поговорить. И тем не менее, вот имя Сталина, фигура Сталина, как вы свои отношения можете сформулировать? Ну, знаете, я считаю, что если речь идет о памятнике Сталина, то памятник этому человеку должен быть как минимум в двух цветах, черным и белым. И, наверное, каждый человек оценивает, какого цвета должно быть больше, черного или белого. Я, например, лично считаю, что все-таки черного больше. Есть белый, но черного больше. Ну, в этом я, наверное, с вами соглашусь. Даже, на мой взгляд, белого почти не видно, потому что... Ну, ладно, это... У каждого своя оценка. А часто вы обсуждаете дома, вот, сыну обсуждаете исторические какие-то параллели или что-нибудь из политики, из жизни сына? Ну, с учетом того, что я не так часто общаюсь, наверное, относительно не часто, относительно обычной семьи, но общаемся, обсуждаем, он иногда сам задает вопросы. Вот, интересно, а что ему-то интересно? Он же общается с одноклассниками. Ну, слушайте, они же изучают курсы истории России. Друзья мои, моя новая техника не всегда работает надежно, но есть резервный микрофон. Пожалуйста, напишите, если не слышно или слышно плохо. Я надеюсь, мы проложим разговор, все в порядке. Итак, был вопрос, о чем спрашивает сын, я уточню даже, о чем вы говорите, да, и спрашивает ли он на текущих делах в городе, в области, или он считает, что у отца работает что-то отдельное? Знаете, может быть, он под влиянием некоторых принципов и привычек в нашей семье. Я много за свою жизнь изменял должностей, но ни разу, никогда я не обсуждал свою работу в семье. Это не то, что табу, это вот как бы какая-то привычка, принцип, и к этому все привыкли, и моя супруга, и дети привыкли. Мы не обсуждаем работу дома в семье. А, ну, скажем, бывает такое, что вот там, вот это, известные в городе проблемы, там, пыль, нет горячей воды, еще что-нибудь такое, вот вам... Ну, чисто на бытовом уровне, житей, скажем. А у вас воду горячая отключает? Вод отключает, воду, ну, я как бы отшучиваюсь, обращайтесь к мэру, он за это отвечает. Вот так же не говорите. Шутку, да. Кстати, про мэра. Ну, не только про мэра, про вообще человека на руководящей работе. Вы, сам же, у вас фактически профессия, да, руководитель. И вы много видите, уже на разные должности бывали, на разных уровнях, федеральный, муниципальный, теперь вот региональный. Можете сравнивать, можете делать выводы. Какие человеческие качества, на ваш взгляд, важнее всего для руководителя, вот на уровне, там, вот большой город, область? Вы этот вопрос задавали просто. Да, вот мне интересно сравнить. Ну, у меня не поменялось ничего в видении на работу руководителя. В первую очередь, это ответственность. Второе, это трудолюбие, работоспособность, граничующая там с трудоголизмом. Третье, это, ну, некоторая смелость. Смелость на принятие решений, смелость на изменения, там, своей судьбы, там, биографии и так далее. Коммуникабельность. Коммуникабельность не в смысле быть приятным собеседником, а в современном мире это способность выстраивать кооперационные отношения, способность понять мотивы поведения тех или других людей, способность урегулировать конфликт. Ну, наверное, если коротко, там, тройку, вот эти, наверное, я назову. Вот вы сказали смелость. Доводилось ли вам спорить с президентом? Что-то возражать ему или какие-то коррекции вносить в разговоре с ним? Ну, не все же. А то, извините, раз смотришь по телевизору, ну, сидит президент, ему навстречу кто-то, ну, почти другой губернатор, ну, сидит, кивает, и все, что это видно. А вот как он в разговоре, главное, не столько он, а сколько вы, доводилось ли вам спорить с ним? Он публично, наверное, не спорил, во всяком случае я не помню такого случая, но если бы он был, наверняка бы, журналисты за это зацепились бы, и вся страна бы... Ну, дело не в новую, вы же не только публично общаетесь. Вся страна бы знала, что губернатор Новосибирской области поспорил с президентом. А когда мы общались во время встреч в Москве или когда он приезжал в Новосибирск, было достаточно времени во время переездов, во время индивидуального общения, многие темы обсудить. Да, нельзя сказать, что это был спор, но я как бы разнесал свою позицию, пытался доказать, почему как бы это решение, именно это верно, а не то, которое там руководитель предлагал. Это было. А бывало, что он принял или не принял, вашу точку зрения? Вариант бывал, что не принимал? Ну, слушайте, несмотря на то, что было какое-то время для разговора подробное, его все-таки не так много было для того, чтобы разворачивать какой-то полноценный диспут, поэтому, ну, обсудили какую-то тему, обменялись мнениями. Если услышал, значит, услышал. Если не услышал, нужно переходить на другой вопрос, потому что, ну, понятно, у губернатора вопросов и просьб много, и зацикливаться на одном, это значит, не решишь остальные, поэтому особо не ввязывался. Так же, как у меня сейчас много вопросов, я даже, вот видите, подготовил список, потому что всего в голове не удержишь. Хотя, так, про руководителя я спросил. А, ну, вот такое, как раз, я хотел узнать про семью. А вы живете за городом или в городе? Вот как это обычно? Или у вас есть варианты? У меня есть варианты. Понятно. А вот как раз сейчас такая тема становится заметной. Вывоз мусора в городе. Я в прошлый раз-то спрашивал, кто у вас мусор вывозит. А вот эта сейчас тема, она, как вы полагаете, удастся ее решить? Вот что-то написали уже, вернее, говорили о том, что у них там проблемы с деньгами, какие-то там кредиты им приходится брать. Вы включаетесь в решение этой проблемы? Или это вот решение новой структуры, которую должна решать? Ну, конечно же, я включаюсь в решение этой проблемы, потому что это не просто коммерческие отношения, это целая функция, за которую несет ответственность государство и муниципалитеты. Поэтому мы стараемся, чтобы эта реформа не просто позволила перейти на новые рельсы финансовых взаимоотношений, но, как я и говорил, было бы, наверное, глупо заниматься созданием какого-то просто финансового инструмента без наведения порядка. Поэтому сегодня, например, мы занимаемся тем, чтобы усилить надзор за незаконным оборотом мусора. Есть незаконный оборот мусора? Ну, имеется в виду, ведь не секрет, сегодня многие юридические лица хитрят и заключают договор с неофициальными перевозчиками, и куда потом исчезает этот мусор, который образовывается в их офисах или торговых комплексах. Можно только догадываться, не секрет, что это появляется где-нибудь на окраинах. Понятно, понятно. А не потому ли они экономят, что тарифы слишком высокие? Я думаю, что для бизнеса не сильно что-то изменилось в оплате тарифов. Просто ищут возможности экономить. Это, кстати, было и раньше. Мы же и раньше сталкивались с незаконным складированием строительного мусора, мы это видели, даже в том числе на территории города Новосибирска. Другое дело, что то законодательство, которое сегодня вступило в силу, надеюсь, дает нам дополнительные рычаги по пресечению этого и наведению порядка. Поэтому в том числе сегодня и на это концентрируем внимание. Я сейчас задам вопрос, может быть он некорректный? Ну, да позвольте себе, я всего лишь блогер. А вот этот... У нас ведь с этой фирмой ВИЗ, или как это, не фирма, ВИЗ, да? Связано не один проект, а несколько проектов. У нас три проекта. Три, причем крупнейшие проекты связаны с одной фирмой. Уже некий монополизм. А не является ли Андрей Травников лоббистом ВИЗ? Вот так выглядит, по крайней мере. Ну, с учетом того, что я пришел, когда ВИЗ уже в регионе присутствовал, то, наверное, сложно меня заподозрить в лоббизме. Мало того, эта компания предлагала рассмотреть и новые проекты, ну, в частности, в общественном транспорте. И несмотря на то, что действительно в общественном транспорте, особенно в Новосибирске, в Новосибирске требуются инвестиции, причем мы понимаем по масштабу города немало инвестиций. И нам необходимо будет заниматься подобными проектами. Вот я остановил коллег из компании ВИЗ. Нет, я говорю, хватит. С вас хватит. У вас три проекта есть. Справьтесь вот с этими проектами. Да, да, да. Вы можете очень коротко вот эти три проекта, по крайней мере, в какой сейчас ситуации проект по четвертому мосту? Отстает или... В стадии реализации, ну, говорить о том, что сильно отстает нельзя, потому что, ну, с учетом того, что было смещение по срокам начала финансирования, вы помните, мы весь прошлый год занимались тем, что добивались решения о начале финансирования из федерального бюджета. То сегодня пересматривается и график реализации этого проекта, хотя начало, конечно, сроки старта этого проекта меня не очень устраивает. Есть здесь и объективные причины, ну, например, мы пытаемся заново расторговать на новых условиях работы по подготовке территории в связи с подозрением, что некоторые материалы завышены были в проекте в сметре, есть и субъективные причины, например, мы считаем, что затягивается процесс выбора основного подрядчика, генерального подрядчика, но пока критичных каких-то обгонений я не вижу. То есть есть неудовольствие, но угрозы для проекта пока нет. А вот проект, который касается строительства Ледового дворца спорта, ну, вот это, к чемпионату по хоккею, там идет по плану или есть какие-то... Там идет по плану. Там было отклонение со стороны проектировщиков. Мы все-таки надеялись получить заключение экспертизы в январе, ну, в крайнем случае, в феврале. Фактически мы получили его уже под апрель месяц. Но, тем не менее, благодаря тому, что конкурсные процедуры прошли без каких-то задержек, мы в начале июня вышли на контракт с генподрядчиком, фактически приступили к работам уже. Поэтому пока все идет по плану. Омск для нас в этом деле конкурент? Или что-то заговорили о том, что чуть ли не перенос туда может быть, чемпионат? Ну, я не знаю, кто такие страхи формирует. Переноса точно не будет. Вполне возможно, будет разделение игр между двумя городами. То есть, какие-то игры начала чемпионата будут проходить в Омске. Основные игры с российской сборной, полуфинал и финал, будут проходить в Новосибирске. Но это, опять же, пока один из вариантов. На сегодняшний день официальное решение Федерации о том, что чемпионат мира проводится в Новосибирске. Других решений официальных и нет. Мы, исходя из этого, и действуем. Ну, и в любом случае, даже если будет принято решение о разделении чемпионата, для нас это принципиально ничего не меняет, потому что инфраструктуру нужно будет подготовить в полном объеме. И ледовые дворецы, и станции метро, и транспортную инфраструктуру. И новый терминал Толмачева, в первую очередь, нужно запустить в 2022 году. Поэтому нам, если честно, некогда оглядываться на все эти страхи и пугалки, которые формируются. Наша задача быстро все сделать. Как вы думаете, зачем вот тут листик показываю? Я вам не подсказку делаю, это я просто подсвечиваю лицо против света. Такие свои приемы. Понятно, солнце против света. Ну, вы бы сразу сказали, что неудачно. Да нет, нет, нормально. Я просто, я думаю, для нас тут, то, что вы симпатичный человек, это уже заметили, а нам интереснее содержание. Вот что касается всяких проектов, и не только проектов работы, есть такое устойчивое мнение, ну, обыденном сознании, что там много воруют, коррупция. Но фактов коррупции, ну, например, в правительственной Сибирской области, что-то я не припомню таких явных, что там кого-то арестовали. Как вы, вот что вы делаете для против света? Подождите, как не было. У нас был случай возбуждения уголовного дела в отношении работников управления по обеспечению деятельности мировых судей. Этот факт был. А, подождите, еще из управления делами тоже была история, там, с ремонтом машины. Кстати, про машины. У меня есть такое предложение к вам. Давайте как-нибудь обсудим, достаточно ли автомобилей личных, ну, вот этих, которые называются, для чиновников, может быть, их не хватает, а может быть, их слишком много. Вот я прохожу порой мимо правительства, а там стоят и стоят, и в них водители отдыхают. Ну, может быть, это нерациональная трата средств, времени водителей, которые просто дежурят. А, может быть, наоборот, надо еще лучше. Ну, короче, вот эта тема, которая когда-то в советское время была, помните, борьба с привилегиями, это довольно заметно. Чувствительная была тема насчет, слишком много чиновников ездят на машинах. Сейчас это, конечно, людей не очень заботит, но, тем не менее, по крайней мере, то, что касается мэрии. Ну, то есть, по количеству машин. Да, если чиновники будут ездить на городском транспорте, может, он все-таки начнет лучше работать, ну, например. Есть такое предположение. Ну, давайте расскажу. Сначала про количество автомобилей. Ну, для истины нужно признать, что возле правительства или возле мэрии днем стоят автомобили не только, которые перевозят чиновников, но и автомобили посетителей, самых разных там дели. У них почему-то большинство ООО номер? Ну, у нас, я так обратил внимание, даже возле жилых домов очень много ночью стоит автомобиль ООО. Очевидно, это просто очень любимая серия в Новосибирске. Понятно. Ещё и надо. Да, да, да. Поэтому, очевидно, с этим связано. По поводу количества автомобилей. Ну, на самом деле, конечно же, потенциал для оптимизации расходов есть в каждой сфере, в том числе и для использования автомобилей. И, может быть, я там впервые вам анонсирую, что недавно я одобрил в том числе и определенную централизацию, то есть не закрепление автомобилей за отдельными чиновниками. Персоналки. Персоналки, да. Организацию дисперчерского обслуживания, то есть когда человек может заказать автомобиль для какой-то своей служебной поездки, а не держать его под боком целый день. Начинаем это с определенного уровня управления, посмотрим эффект. Вполне возможно, эффект и самое главное удобство использования. И дальше примем решение о расширении этого проекта. Так вот, всё-таки по удобству использования. Если честно, даже я иногда бы с удовольствием воспользовался общественным транспортом. Да, метро на тот берег может оказаться быстрее, чем по мосту. Это не потому, что это быстрее или потому, что мне нравится общественный транспорт, потому что это элемент обычной человеческой размеренной жизни. А, сел и даже немножко отдохнул, да? Знаешь, да, с большим удовольствием сел в холодке, проехал там, или наоборот, там, в автобусе в окно поглядел, хоть как город выглядит. Но, к сожалению, ритм рабочего дня не позволяет вот эту размеренность. И поэтому пересадить всех чиновников на общественный транспорт, это мера, конечно, популярная в народе. Ну, такси, например. Ну, такси, может казаться, не шею. Ну, такси, это я уже сказал, это один из вариантов диспетчерского обслуживания. Вполне возможно, в той перспективе можно перейти на аутсорсинг и заменить вот ту диспетчерскую службу службой такси просто. Я могу привести пример. Вот есть у нас в интернете очень известная и популярная личность Виктор Козадой. Когда он исполнял обязанности директора института истории, институт в Академгородке, а он живет в Зельцовском районе. И оказалось ему дешевле, вместо того, чтобы держать служебный автомобиль, два раза в день пользоваться такси, чтобы проехать из одного конца в город, а в другой. Это дешевле, чем содержать автомобиль. Так он мне рассказывал. Ну, теперь он не директор института, так что пример только частный. Я могу только предварительно согласиться, что это даже безусловно, держать персональный автомобиль с 8 до 8, это дороже, чем воспользоваться автомобилем, пускай даже сторонним, два раза в день. Поэтому надо думать. Не просто думать, а мы этот проект запускаем. Мы проект запускаем в централизации транспорта. По поводу использования общественного транспорта, наверное, периодически чиновникам воспользоваться общественным транспортом, это же полезно, для того, чтобы понять, как это все работает, какие есть недостатки, что нужно поменять. Но пользоваться общественным транспортом ежедневно не каждый мой коллега, но особенно руководитель достаточного уровня, может позволить именно из-за дефицита просто времени. Дефицит времени. Да. Я, конечно, могу сказать, что я там каждый день буду ездить на автобусе или на метро, но в конце концов, не знаю, кто-то может меня спросить, ну слушай, если ты не успеваешь проводить нужное совещание, принимать решения, в том числе необходимые для улучшения работы общественного транспорта, может тебе стоит отказаться от этого популистского решения и все-таки ездить побыстрее на работу. Ну понятно, тут как раз популярность. А слушайте, а что вы что-нибудь делаете для популярности, в том смысле быть более понятным? Ну вот разговор со мной я приветствую, это как раз, по-моему, тот шаг, чтобы быть более понятным. Меняете ли вы там в разговоре с людьми язык, там, те термины, разъясняете ли вы, считаете ли вы необходимым вот идти в народ, там, понять, что людям, как объяснять людям. Ну вот сейчас подойдем к девушкам и попробуем, например, им объяснить насчет там концессии, чтобы понять, на каком уровне, на каком языке разговаривают, ну в том числе молодежь или люди простые. Нет у вас такого желания популизма? Я не называю это популизмом, на самом деле очень важно, важно вот это общение, и я это использую при любом случае, когда посещаю районы области, когда встречаюсь с какими-то коллективами, трудовыми коллективами, там, с ребятами, студентами, и в обязательном порядке стараюсь просто поговорить, именно для того, чтобы сохранить эту связь с людьми. Потому что я с вами согласен, работа руководителя, особенно многолетняя работа руководителя, она накладывает определенные вчатки, да, в принципе, как и работая по любой профессии, наверное, сложно понять доктора, особенно когда он пишет, когда говорит, то еще можно понять, а когда он пишет, его пронять практически невозможно. То же самое, я думаю, что... Свой язык, да, все все свой язык. То же самое, наверное, руководители начинают. Кстати, про машины. В прошлый раз вы мне говорили, что вы любите ездить, быть за рулем. Машину перегнали или как? Машину давно перегнали, так же, как и семья переехала. Да, да. Ездите куда-нибудь, вот просто сам за рулем? Езжу, испытываю все недостатки дорожного покрытия в Новосибирске, иногда даже высказываю претензию мэру и его заместителям. То есть на собственной спине, да, почувствовав? Хотя не часто езжу, конечно, сейчас. А вот скажем, приезжает к вам друг, ну у вас это еще отдельный вопрос будет, приезжает человек, вы говорите, давай поедем куда-нибудь. И вы куда вот, в какую сторону вы сядете, съев за руль, куда поедете? Из города или по городу? Если по городу, ну если для того, чтобы произвести впечатление на человека, который там первый раз оказался в Новосибирске, то в обязательном порядке я бы показал оперный театр, причем не обязательно во время постановки. Наш оперный театр пустой, в тишине, производит не менее ошеломительное впечатление. Особенно изнутри, да? Изнутри, да, на приезжающих. Если говорить о поездках за город, ну, если позволит время, конечно же, Сузум. На Монетный двор вот туда или что там? На Монетный двор, музей иконы. Ну, вот этот район показать с удовольствием должен. А вам штрафы не прилетали за нарушение скорости или еще что-нибудь? Или вы очень дисциплинированный человек? Я стараюсь дисциплинированно ездить. Или гаишники знают ваш номер? Ну, слушайте, сегодня это не помогает, потому что большинство штрафов оформляется на основе автоматической фиксации камерами. Знание конкретного сотрудника не помогает. У меня вот такой вопросик был заготовлен заранее. Если бы в сутках было 25 часов, вам дали 25-й час дополнительно, на что бы вы его потратили? Ну, или там 32-е июня, куда бы вы потратили? На что? 32-го июня одного дня в году недостаточно. Если бы до одного часа в сутках тоже маловато. Ну, если бы лишних хотя бы 4-5 часов было каждый день, то я бы больше тратил времени на свое здоровье, на занятия спортом. Потому что это кроме, ну так скажем, инструмента, как вы назвали, это в том числе и определенное удовольствие. Это раз. Второе, я бы, наверное, побольше читал, в чем я имею в виду не только художественную литературу, я бы читал побольше материалов, которые позволяют формировать такое стратегическое введение и по развитию региона, и в целом по процессам, которые в стране и в мире происходят. Ну, наверное, на это потратил. Ну, это как бы время-то идет. Я обратил внимание, что мы с вами, наверное, на разных языках говорим. Я все-таки раз говорю, как руководитель. Ну, да, мы же руководители. Как руководители. Я думаю, что обычный человек вряд ли назвал бы эти вещи, на которые он готов был потратить дополнительное часы. Ну, наверное, вы знаете, сейчас мы подойдем, спросим человека обычно, на что ты готов потратить время. Я думаю, кстати, я сделаю такой вопрос. Многие мне, наверное, сказали, поспал, например. Ну, почему нет? Ну, тогда давайте вот я делаю вопросы. Вот это хороший вопрос, конечно, для завершения разговора. Я понимаю, ваше время даже в праздничный день. Оно ограничено. И красивый вопрос про дополнительное время. Но я хотел бы еще несколько вопросов, которые я задавал в последние дни людям на улице. Ну, мы давайте три вопроса. Да, именно, их как раз три. Их как раз три. Вот ситуация вокруг 22-го лицея. Вы с ней знакомы? Конечно же. Сейчас вроде там приняли решение. Ну, вы отслеживали эту ситуацию, да? Вы как-то влияли на нее или она вот сама по себе без вашего влияния развивается? Ну, конечно же, я не мог оказаться в стороне. И какое-то участие мне пришлось принимать. Хотя, с учетом того, что это полностью муниципальная полномочия явной правительства региона не участвовало. Не потому, что она хочет быть в стороне от этой проблемы, от этого конфликта. А просто, ну, даже элементарно подать иск в суд может только мэрия или лицей. Наши обращения были остались без рассмотрения. Но, тем не менее, конечно же, мы сопровождаем и помогаем найти решение в этой ситуации. Отслеживали ли вы ситуацию, связанную с именем Ивана Голунова? Ну, вот, скандал на всю страну. И знаете ли вы, как реагировали, например, новосибирские журналисты на это? Ну, слушайте, подробно не отслеживал, вот буквально по заголовкам. Понятно. Ну, вы знаете, что его отпустили, да? Да, я знаю, что было вчера заявление министра МВД, что в итоге преследование прекращено. Снято с него ограничение на перемещение. По-моему, под домашним арестом, по-моему, это ли? Да, он был. Андрей Александрович, я предлагаю вам обратить внимание на то, как среагировали наши новосибирские журналисты. Я сам удивился, насколько у нас много молодых, смелых, самостоятельных ребят. Это новое поколение выросло, на которых может быть интересна очень журналистика. И вообще, они говорят о свободной стране, о праве говорить правду. Мне кажется, это хороший знак, тем более, если мы будем говорить об этом в День России, да? И такой вопрос немножко шуточный, который я сегодня задавал. Вам известен смысл глагола «похерить»? Ну, понятно. А что понятно? Понятен смысл, да. Значит, что-то отбросить настолько далеко, что забыть про это и не возвращаться. Или упустить что-то из поля зрения, из вида, пустить на самотеку. Часто ли вам приходится в работе что-нибудь похерить, а еще там послать, ругануться, прям вот, чтобы слов других не найдется? Ну, вот так, чтобы прям на 100%? Наверное, нет. Вот, иногда приходится, причем приходится не только так вот уж прямо искренне, реально, а, как говорится, в управленческих целях, может быть, в воспитательных целях. А, для понятности, да? Да, ну и пошли вы, и разбирайтесь вы сами. А вы имеете в виду использование этой лексики или махнуть рукой и сказать, разбирайтесь сами? Ну, если для вас это не одно и то же, значит, вы разделите их. Нет, это не одно и то же. Использовать лексику, ну, нецензурную лексику очень редко использую, хотя, конечно же, производственный опыт обогатил мой лексикон, да? Мой лексикон, да? Но, конечно, в сегодняшней работе очень редко использую. Если мы говорим о каких-то резких движениях, да, там, махнуть рукой, рубануть шашкой, иногда бывает, иногда, и в том числе с элементом некоторой игры для того, чтобы мотивировать, побудить кого-то к самостоятельному решению. Как вы думаете, вот если бы вы были такой чиновник средней руки или, там, исполнитель, вот в этом здании администрации, вот он, ой, правительство, да, наше знаменитое здание конструктивизма, как бы вы оценили губернатора? Он строгий или он зануд? Ну, спросите, так вот, я думаю, считайте суточный вопрос. Он строгий или он зануда? Или он такой человек, что можно и не очень-то обращать внимание, там, погоди, выполнять, отменят? Какая у вас репутация, как вы думаете? Ну, слушайте, на мою оценку, наверное, повлияет еще то, что мне доносят информацию иногда. А вашей репутации? Да, моей репутации, поэтому тут чистого эксперимента не получится. Хотя попробую сформулировать. Самому, мне кажется, что я руководитель такого демократического стиля, прежде чем принимать решения, я там посоветую и спрошу мнения коллег. И кадровым решением достаточно осторожно и взвешенно... Это заметно, вы не так часто меняете людей? Ну, слушайте, часто, не часто, но сменилось достаточно много. Но не сразу, это не шажка как раз рубить. Да. Хотя информацию до меня доносят, что некоторые мои коллеги, подчиненные, меня побаиваются, что я действительно строгий, резкий. Вам это льстит или вас это тревожит? Да нет, меня это не льстит и не тревожит. Это нужно учитывать, этим нужно управлять, потому что, с одной стороны, строгость – это бывает хорошая вещь, это определенная дисциплина, мотивация к исполнительности, к решениям все вовремя. С другой стороны, если будешь очень строгий, это может перейти в некоторую закрытость, то есть начнешь переставать получать информацию, это будет мешать. Ну, люди испугаются, заблокируются. Да, заблокируются, закроются, исчезнет инициатива, поэтому, конечно, все должно быть в меру. Андрей Александрович, мне очень нравится с вами беседовать, и не только потому, что мне льстит беседовать аж с самим губернатором, но просто вы собеседник интересный, я бы с удовольствием еще почаще с вами встречался. Какое ваше впечатление от разговора и когда мы в следующий раз увидимся? Я могу тоже сказать, что я второй раз с вами так подробно общаюсь, мне тоже приятно и хочу поблагодарить за такие корректные, взвешенные и интересные вопросы, потому что, не знаю, можно ли вас назвать журналистом, говорят народным репортером, значит, недостаток многих представителей этой профессии, что иногда неинтересно разговаривать, потому что избитые типовые вопросы, темы, которые обсуждали уже не один раз, с вами интересно разговаривать, могу ответить тем же, приятно. То есть мы можем еще увидеться? Можем увидеться. Ребята, готовьте вопросы, потому что рано или поздно мы еще увидимся вблизи и не только с Андреем Александровичем Травниковым, ну а уж давайте еще сделаем такую просьбу. Андрей Александрович, если у вас будут вопросы, чтобы я поспрашивал людей, ну вот своих опросов, ну напрямую или через свои службы, можете использовать мои возможности, когда я подхожу к людям и спрашиваю, ну вот подойду к девушкам и спрашиваю, скажите, а это кто? Ну вот, например, или вот про какую-то другую тему, если вам интересно мнение людей, я готов это реализовать. Хорошо, я подберу такие вопросы. Спасибо вам большое за разговор, с праздником. Спасибо, ждем Россию. Ой, а я попался. Так, ну все, спасибо, ребят, пока. Это был Тимур Ханов, Новосибирск, День России, уже кто-то звонит. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, люди пишут круто. Спасибо, друзья.